Друзья, у нас не так много времени, потому что нам компьютер дали сегодня час. Что мы хотим сегодня взять от этого мастер-класса? Как ты хочешь создать свое дело? Как делать выбор, когда я не знаю, как поступить? С чего начать? Первый шаг в чем? Что написал? Первый шаг? В чем? С чего начать что? Семейную жизнь? Ну, дело. Ну, вот, реализован, с чего начать реализоваться? Чего? В бизнесе. Сего. Нет, подождите, дело в каком случае. Что ты хочешь? Своего дела. Как зовут тебя? Лиля. Лиля, что ты хочешь? Ну, вот, я отговорила, культура в углах животных. Все, прекрасно. С чего начать? Ты же уже начала, ты же уже знаешь, что делать. Ну, это же не только мне казать, но и остальные тоже. Почему? Разве ты здесь из-за того, чтобы решить задачи остальных? Нет. Чьи задачи ты решишь? Свои. Что ты хочешь? Инвестор найти, что ли? Где взять деньги? Ну, первый шаг. Либо инвестор найти, либо начать самой, надо развесить объявление. Окей, смотри, у тебя дома есть принтер? Да. Ты можешь не печатать? Да. Ты можешь взять этот листочек, положить в файлик, заклеить его скотчем, чтобы он не мог. Скотчем приклеить к столбу. Можешь привязать скотчем пачку пакета. Сколько они стоят в магазине? Ну, 20 копеек. Ну, там, 2 рубля. Ты можешь это сделать? Да. Тебе для этого нужен инвестор? Нет. Что ты хочешь? Ну, например, первый шаг я начну сама. Но чтобы дальше двигаться, как бы развить по городу, для этого нужен же, нужен какой-то потол какой-то, для этого нужен инвестор. Тебе что сначала нужно? Развесить объявление. Хорошо, дальше. Ты знаешь, что делать дальше вторым шагом? Ну, найти людей, ну, единомышленников, которые тоже согласны. Хорошо, а цель? Так вот, где ты, а что ты будешь им на пальцах это все объяснять? Ну, это как примером своим. А еще что? Может быть, что-то может какой-то создать документ? Ну, документы, имеете в виду, что я тебе делаю? Что вот, ну, документ, где, например, ты напишешь, а что ты делаешь? Что ты, можешь сказать, что ты делаешь? Ну, вот, то есть, можно заходить на документальное, это как-то имя еще. Что ты конкретно делаешь? Можно заходить на документальное, это как-то, например, я хочу сказать. Что это такое? Урны. Что это такое, как твой проект, как для чего? Что? Чтобы оккультурить, было живое. Тебе зачем это? Ну, чтобы было чисто. Тебе лично это зачем? Ну, потому что у меня есть собака, как бы, и когда я гуляю, как бы, и чтобы ей было на... Блин, дети во дворе гуляют, то же самое. Итак, это делать для своей собаки? Да. Для себя или для детей? Для детей, наверное, кто по дворе, чтобы было чисто. Отлично. Для города. Эту ценность может разделить кто-то еще? Чтобы люди, живущие в твоем подъезде, это близко им? Да. Соответственно, тебе для того, чтобы нужно, чтобы люди понимали, что ты делаешь, нужно просто об этом сказать, а что ты делаешь? Может быть, написать, может быть, на своей странице, там, ВКонтакте написать, или вот, напишите, вот в этом объявлении, уберите за собой. А почему люди должны вдруг убирать за собой? Я хочу, чтобы в нашем дворе дети гуляли по чистой траве. Давайте. И с этой идеей ты пойдешь дальше. А потом, что тебе нужно делать, чтобы масштабировать? Нужен план. Об этом поговорим. Как узнать, пойдет ли твое дело? Как понять, в чем я компетентен, компетентен, на свои сильные стороны? Кто написал этот ответ? Вопрос. Я. Нет. Ты написала. Ну, а что тебе мешает оценить свою сильную сторону? Ну, можно числать в методикам, так сказать. Конечно. Обязательно писать. Мои сильные стороны. Мои. И перечислить. Я не уверена в себе. Мне кажется, я ни в чем не компетентна, и на свои сильные стороны. Так, девочки, пускайте всех. Вот пусть они берут стулья с соседних аудиторий. Да, ладно, можно я пойду? Я не просто сбитка. Можно пускать всех. Можно? Пускайте всех. Ну, и что? Мы решили, что можно. Вот, в соседней аудитории есть стулья, кресло. А это не ваша? В общем, есть. Берите стулья с соседней аудитории и проходите. Итак. Что тебе мешает взять и написать твои сильные стороны? Ну, я и говорю, отсутствие понимания этого. Что такое сильные стороны? Хорошо. Она, наверное, не может понять, действительно ли это сильная сторона или нет. Хорошо. Ну, вот, можешь? Тебя как зовут? Да. Иди сюда. Кто знает такое понятие лифт спичи или лифт презентейшн? Расскажи. Это такое... В течение того времени, пока вы едете на лифте... Сколько это секунд будет? Это примерно 30 секунд. Сколько? 30 секунд. 30 секунд. Собери смысл. И расскажи про себя, какая ты хорошая, что-то мне делать лучше всего за 30 секунд. Хорошо, расскажи о себе просто за 30 секунд всем нам, чтобы мы узнали, какие твои самые сильные стороны. Готовы? Укри и поехали. Привет. Меня зовут Заша. Я не страшно. Я учусь. Я учусь купить на соседском факультете. Вот. Обучение значит, чего сказать. Я люблю книжки читать. Я все время практически освещаю учебы. Но при этом мне кажется, что я ничего не люблю. Вот. Что ты любишь? Почему ты любишь читать книги? Это новое знание. Значит, какая у тебя есть черта? Узнавать любых знаний. Любых знаний. Что ты... Почему ты ходишь в институт? Потому что мне нравится слушать медицин. Значит, у тебя есть желание развиваться. Что еще? Давай попробуем. Вот таким образом сама себе задавай вопрос и отвечай. Что ты любишь, почему и как это можно в сильную сторону приводить. Как это можно приводить? Начинаем с того, что ты еще любишь. Я люблю. Ну, я люблю что-то организовываю. Отлично. Как это может превратить в сильную сторону? Ну, вот я же не знаю, хороший ли организатор или нет. Неважно. Как это может... Что это значит? Если ты любишь это делать, значит, у тебя есть энергия. То есть, моя сильная сторона хочет, что у меня есть энергия делать что-то. Например, организовываю. Что ты организовывала? Я организовывала мероприятия по другому роду. Отлично. Люди были довольны? Были довольны. Значит, это твоя сильная сторона. Ты умеешь организовывать людей, организовывать процессы. Сделать так, чтобы все вместе, вдруг из-за разрозненных частей, появилось нечто целое. Попробуй сделать то же самое сейчас. Все есть, задуматься, пока мы будем дальше идти по вопросам. Окей? Так, лучшие примеры это... Кто написал? Что это? Аня, что тебе нужно? Что тебе нужно? Ну, мне интересуют примеры, которые... Документы, например, успешные люди, и для вас будут проявлять, или будут? Библиотека ходила давно? Ну, я в широком смысле этого слова. Огромное количество книг. Пригласи их все к себе домой. Самых известных, самых лучших людей. Читай книги они. Что еще нужно? Лень, что тебе привели, где найти капитал для открытия дела. Кто написал? Что нужно? Какое дело? А свое? Зачем? Зачем тебе свое дело? Чтобы зарабатывать и помогать трудным людям. Звучит хорошо. А что ты хочешь делать? Что ты хочешь делать? Что я хочу делать? Я хочу открыть какой-нибудь дефицентр для женщин. В чем проблема в этой фраге? Какой-нибудь у меня проблем. Иди сюда. Рассказывай, что ты хочешь. Откажи про себя и расскажи, почему ты пришла к этой идее, почему это так важно всем нам, чтобы что-то появилось в какой-нибудь центре. Меня зовут Элина. Я учусь на международных отношениях на втором курсе. Мне бы хотелось... У меня возникла такая идея в том году открыть большой центр, который бы сочетал в себе и как центр психологической помощи, и фитнес-центр, и словом красоты. То есть это было бы для женщин, чтобы развивать их и внутренне, и внешне. Вот. То есть куда бы девушки могли бы приходить за помощью или за саморазвитием. То есть какой-то большой такой дом, куда бы каждая могла бы прийти за советом и за поддержкой. Вот. И чтобы это открыть... Говори, говори. ...нужен какой-то... Какая-то стартовая сумма, потому что это и здание, и сотрудники. Вот. Какое слово мы слышим больше всего в ее рассказе? Большое. Она хочет что-то большое. Я вижу там уже космический корабль такой женский. Из-за того, что можно сделать на уровне твоей вытянутой руки? Из всего того, что ты сказал. Женский. То есть то, до чего ты можешь дотянуться. В смысле? Итак. Еще раз. Направление твоей деятельности. Давай назовем это первое. Что ты хотел? Вот. Ты перечисляла все люди, деятельность, которые гудил в твоей космической корабле. Спейсшип. Тренинги и семинары. Обучение. Обучение. Еще. Спорт. Спорт. Еще. Здоровье, красота. Health. Что еще? Ну, раз это не больно, то тогда красота еще. Красота. Да. И поддержка. Психподдержка, да? Ну, в хорошем смысле этого слова. Поддержка. Что ты умеешь делать из всего того, что ты здесь сказала? Я, наверное, давать советы и заслушать. Отлично. То есть здесь? Да, поддержка. Что ты можешь сделать, чтобы твой круг… У тебя сколько друзей в твоем ВКонтакте? Много. Сколько? Ну, 600. Если ты сегодня напишешь. Друзья, для того, чтобы проверить свою идею о запуске большого космического женского корабля, который будет делать то-то, 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 я хочу начать с простого. Я хочу вам оказывать поддержку. Вот мой телефон, или вот там, пишите мне, когда у вас возникнут вопросы. Ты начнешь это делать, и ты увидишь, кто-то тебе вообще напишет. Ведь то, что мы хотим сделать, не всегда говорит, что это кому-то нужно. А прежде чем делать большое, начни с самого маленького. Увеличивайся, увеличивайся, увеличивайся. И поэтому, сколько тебе нужно денег для того, чтобы написать сегодня этот фонд? Нисколько. Начнешь? Да, спасибо. Так, дальше. Спасибо тебе. Как определить, в чем же я лучше? Кто написал? Ты уже технологию поняла? Да. Даша рассказывала. Как бороться с конкурентами? Кто написал? А зачем тебе бороться с конкурентами? Потому что рынок забит. Ну, а ты был сегодня на утренней сессии? Да, мне ответили на этот вопрос. Не ответили? Мне, как Петр сказал, очень важную вещь. Сказал, что конкурент – это источник вдохновения. Зачем с ним бороться? Берю мне все самое лучшее, делаю лучше их. Ну, это вот, как бы, такие простые вещи, да? Бороться невозможно с конкуренцией. Окей. Какие-то вопросы? Всех устраивают эти вопросы, которые мы пытаемся… Берите стулья в соседней аудитории, садитесь, кресло. Да? У меня возник вопрос, как бороться с собой. А зачем с собой бороться? Потому что я приведу простой пример. Давай, иди сюда. Сейчас будем бороться с сеансом одновременной борьбы с собой. То есть, если… Мой банальный пример. Если мне приходит в голову какая-то идея, и я смогу заставить себя сделать это за 5 секунд, я пойду и сделаю. Ну, то есть, если я не подумаю о том, а что будет, если мне не получится, и я пойду и начну делать, то, скорее всего, я приду к хорошему результату. Ты же дала ответственность, если ты подумаешь о том, что будет, если у тебя не получится. Но если я сразу вижу, что, там, нужно пройти собеседование, нужно взять какой-то экзамен, нужно, там, прыгнуть в двойное сальто назад, первая мысль, которая приходит, говорю, а что мне, если мне не получится? Она приходит раньше, чем то, что нужно пойти, что-то сделать. Ну, и не получится, ничего страшного. Ты получишь опыт прохождения собеседования, сдачи экзамена, ты потом задумаешься и ответишь всем вопросом, а что было не так, чтобы в следующий раз сделать что-то по-другому. С двойного сальто, вряд ли, ты даже… Если неудачно приземлишься, да? Значит, просто нужно не делать. Ну, примерно понятно? Ну, примерно понятно. Что не понятно? Зачем бороться с собой, вот я не могу понять. Нет, ну, то, что просто нужно как-то научиться. Ставайте делать раньше, чем приходит эта мысль. Это навсегда приходит. Мне тоже страшно. Сейчас тоже страшно. Вдруг я вам скажу, что-то не то. Вдруг вы придете отсюда недовольны. Вдруг кому-то, кто-то не ответит на этот вопрос. В этом случае я что, должен был не проводить эту мысль? Ну, у вас не существует обязательство все-таки… Хорошо, я взял, чтобы быстренько вызвал такси. Я поняла, спасибо. То есть, когда, например, после этого мастер-класса я спрошу обратную связь. И вы мне скажете, слушай, вот это было не то, это было неинтересно, это было не то. Что я сделаю? Выводы. Выводы? Спасибо. Разворачиваемся в другую сторону. Сегодня не будет… Что такое мастер-класс? Это когда приходит какой-то умный человек и говорит, слушайте, вот у меня получилось то, я рассказывал, я это не делал то-то. У нас сегодня не будет мастер-класса, вы понимаете? Так как времени мало, а пользы хочется дать больше. У вас сегодня будет тренинг. Тенинг, это значит, что я вас опять не буду еще получить, я вам буду задать вопросы, ответы на которые вы будете задавать себе сайт. В совокупности вопросов, которые будут один за другим, помогут вам, я надеюсь, ну мне тоже есть страх, что они не помогут, помогут вам, я надеюсь, подойти к некому представлению о самом себе. Так как вчера мы разговаривали с организаторами, мы поговорили о том, что сегодня был бы классный прости мастер-класс, этот мастер-класс, он универсальный. Он как-то подходит к тем людям, которые хотят найти самоопределение в своей карьере, то есть, ну, что делать, чтобы быть успешным в своей работе. И то же самое, эти вопросы можно задавать себе, если ты начинаешь свой бизнес. Сразу по поводу начинания своего бизнеса. И сегодня очень много подходили и спрашивали, что мне делать, как начинать бизнес, где брать деньги и все остальное. Сегодня уникальная ситуация, когда есть возможность найти технопарки, стартап-окселераторы, все остальное. Самое главное – ваша идея. Но нельзя жить в утопии в том, что когда-то я начну что-то делать. Если вы сейчас учитесь, если у вас есть возможность идти на работу, надо идти и работать, получать опыт. Помимо этого, параллельно заниматься реализацией своей идеи, придумывать ее, пытаться найти способ реализовывать. Между прочим, кто мне написал ВКонтакте, я всем пришлю книжки или ссылку на них в библиотечку. Есть очень интересная книга «Правила работы Google». Там они пишут о том, что, например, они некоторые вещи, например, очки Google, они первые придумали из картона, из пластика. Для того, чтобы посмотреть, что работает это хоть как, в каком-то первом приближении. Поэтому можно мечтать о запуске больших жестких космических кораблей, но нужно начинать с простых вещей, чтобы понимать, а нужно это кому-то еще? Почему в одном месте женщина должна прийти, которая хочет накачать себе пресс, и другой стороны, которая плохо сейчас с ними… Они встретятся, посмотрят друг на друга, и разбиваются друг на друга в разные стороны. С другой стороны, может быть, это и существует. Попробуй это сделать. В какую-нибудь комнату там, и попробуй все эти люди. Окей. Кто слышал вчера про меня, тогда пропускаем слайд. Два слова расскажу. Занимался, учился, работал в банке, имел свой собственный бизнес. Сейчас занимаюсь тем, что на снае своей практике, которая большая, огромная, пытаясь представить ее как инструменты корпоративного управления, когда компанией управляешь, можно перекладывать на людей, и они, в принципе, работают. Итак, мой сын, когда пошел в школу в первом классе, во втором, не помню точно, он не прочитал это стихотворение. Кто хочет прочесть вслух? Давай. Сворожение. Ничто никогда не выходит само. Само не приходит к нам на дом письмо. Само не способно смолоться зерно. Само стать костюмом не может сухно. Само не умеет свариться варенье. Само не напишет стихотворение. Мы делать все это обязаны сами, своей головой и своими руками. Спасибо тебе большое. Давайте поаплодируем. Отличная задача и смысл понятия в стихотворении. Сын сказал, что, слушай, но получается, что все от меня, что ли, зависит? Не кто-то для меня что-то сделает? Да. Да, это в сто раз, который пошел дальше. Итак, давайте начнем. Персональная цель. Поехали. Вопросов будет очень много. Если не успеваете ответить, я вам пришлю эту презентацию, опять же, там, провожу представителям нашего мероприятия, чтобы они разослали, или мы можем там, вот вы можете лично мне всем писать. Вот четыре вопроса, которые вам сейчас, мы не будем у них отвечать, мы ответим на другие, но вы просто должны просто услышать. На что вы нацелены? Какие у вас стремления в настоящий момент? Каких результатов? Можете сфотографировать, но мы сейчас их раскроем. Куда вы стремитесь сейчас? Что именно движет вами шаг за шагом в вашей жизни? Один из важнейших вопросов. Вот этот вопрос, я хочу, чтобы вы сегодня вечером пришли домой, и перед тем, как лечь спать, уставшие, понимая, что завтра понедельник, попробовали себе ответить на этот вопрос. Что же мной движет шаг за шагом? Почему я хожу институт? Почему я мечтаю о своем бизнесе? Почему я хожу на работу? Почему? Это самый главный вопрос, который нужно задавать себе. Следующий главный вопрос. Как? Два вопроса. Почему? Который заставляет вас заглядеть внутрь себя, а как представить, уже найти в себе силы, эмоции, двигаться дальше? Это сейчас мы пройдем, чтобы вы понимали, как бы наш ход нашего движения сегодня. После того, как мы определимся с вами, чего вы хотите достиг, мы подумаем о том, как это можно сделать. вот если это цель, которая у нас в голове есть, она не будет совпадать с реальностью. То есть мы надумываем что-то, а в реальности все совсем по-другому. Давай, ты запиши свой вопрос, мы его ответим, но давай что-то так, объясни, о чем ты говоришь. То есть мы всегда надумываем что-то, какую-то мечту, она у нас в голове очень красочная, а на деле получается далеко не всегда так. Хорошо. Что такое мечта? Давай по простым своими словами. Мечта – это яркое желание в достижении какой-либо цели, но эта цель неопределена. Хорошо. Представление злого. Давайте дадим ему возможность поработать. Мечта – это то, чего мы хотим достичь. Хорошо. Еще в отношении тебя. Это что-то светлое и яркое, что при достижении идеи, ничего, я буду получать просто, ну, можно сказать, экстаз, не знаю, удовольствие максимальное. Хорошо. Еще. Что-то недостижимое. Почему недостижимое? Потому что мы не цели. Потому что мечта – это абстракция. Хорошо. Давай тогда попробуем так. В состоянии мечты ты какой? Лучше у меня. Когда ты там, вот находишься в своей мечте. Добольно. Довольный. Это может быть источником энергии достижения этой мечты. Удовольствие. Ну, недовольный и удовольствие. А ты сказал, что счастливый. Да. Состояние движения к твоему счастью – это может быть движение к твоей мечте? Да. Отлично. Мечта – это прообраз твоей цели. Мечта – это твой желаемый образ жизни. Как бы ты хотел, чтобы было. И именно умение мечтать. Чем отличаются дети от взрослых? Дети умеют мечтать. Вы еще молодые, вы еще можете мечтать. Но мы уже совсем в другом смотрим. Немного на жизни в зависимости от тех претензий, которые мы тут предъявляем. Мечта – это прекрасно. Это ненадуманно. Пусть она будет самой светлой, самой замечательной. Какие бы ты фантастические себе цели не ставил, пусть она будет. Иди к ним. На дороге ты поймешь, это важно тебе, не важно. Ты будешь взрослеть, ты будешь двигаться, развиваться дальше. Будут возникать новые мечты. Но движение к своей мечте будет тебя согревать и давать тебе некий компас. Вот как маяк. Это же твоя мечта. Это же не кто-то тебе пришел, смотрел фильм «Начало» и подсадил тебе свою мечту. Так что окей. Давайте вопросы потом. Следующий вопрос после «Почему? Как?» Потом мы должны с вами, когда мы только с вами подумаем о наших мечтаниях, пока ничего не записывайте, просто попробуйте послушать. Логика следующая. Мы задаем себе вопрос. Что нам важно? Что мы хотим? Потом мы думаем о том, как нам подойти к цели. А третий, а потом мы начинаем с вами думать, сравнивать с нашими приоритетами, с нашими ценностями, с нашими фундаментальными установками. Вот что бы я хотел, чтобы вы записали, запишите себе. А в чем мой фундамент? Что для меня является в жизни самым главным? На чем строится моя личность? На что я опираюсь в этой жизни? Это наша задача сегодня дома. Подумать вечером. Может быть, не с первого раза подойдет это. Но попробуйте начинать об этом думать регулярно. Чем чаще и больше вы будете об этом думать, тем легче вам становится. Следующим вопросом, который вы к фундаменту запишите тоже. А как я могу развивать каждое из действий, которые я написал в фундаменте, чтобы, например, встречаться чаще со своими родственниками? Что нужно первое сделать? Для начала хотя бы узнать их дни рождения. Позвоним каждому фундаменту. Говорим, какая ситуация плана. Там фундамент. Там быть хорошим человеком, долгом. Что такое доброта? Отношение к кому? К своим близким, к окружающим. В подъезде есть бабушка, которой нужна моя доброта? Вот таким образом, понимаете? То есть не просто какие-то фантазии, а превращать их в приземляет, чтобы оно двигалось дальше. Четвертое. Как мы будем достигать результат? Как мы поймем, что цель достигнута? Какими критериями качественными? Мечта – это прекрасно, маяк, да? Но вот когда ты себя перекинул туда, в свою мечту, ты же можешь зафиксировать, где ты находишься, что тебя окружает, я не знаю, какого качества люди, жизнь, окружение, дом, квартира, машина, я не знаю, там. Это все примитивные вещи, желания, но они нас двигают дальше. Там в глубине, ты такой, какой ты хочешь быть. Вот попробуй увидеть себя тем и описать, что ты, какую профессию ты достиг, какие результаты ты в жизни достиг, может быть, как только детей у тебя будет. Вот ведь это одно из самых важных в нашей жизни. Создание семьи, воспитание правильных детей. А для мужчин самое важное – это стать хорошим дедушкой. Почему это важно? Кто мне может ответить? Здесь мальчиков. Давай. Потому что дедушка, например. А почему быть хорошим дедушкой? И вообще мечтать надо быть дедушкой. Почему это так важно? Сейчас объясним. Продолжение поколения своего. Потому что если ты смог стать хорошим дедушкой, значит, ты был хорошим папой. И воспитал правильно детей, которые также воспитали правильно детей своих. И это такое глобальное. То же самое для девочек. Ну, вам неудобно ли, чтобы были бабушки? И так, поехали. Вырабатываем цель. Смотрите, вот есть такие вещи важные, да? Но, когда мы говорим, описываем цель, вам ее нужно записать. Как бы вам, какой бы она абстрактным там ни была, вам нужно максимально представить и записать. Есть простые рекомендации. Это не мои рекомендации. Я здесь не являюсь автором гуру. Я просто взял, посмотрел, что есть лучшее, что мне подходит. И пытаясь рассказать об этом вам. То есть не используйте частицы «нет». Будьте максимально конкретны. Реалистично оцените свои возможности. Ищите преимущества в достижении цели. Делайте цель привлекательной. Верьте в достижение своей цели. Простые вещи. Но если глубоко вдуматься в каждый из этих аспектов, он откроется совсем с другой стороны. И ваша цель откроется совсем с другой стороны. Презентация будет у вас, вы посмотрите. Мы не будем сейчас этим стать. Я хочу, чтобы мы сегодня на что поработали, пописали. Смарт-технологии все знаете, да? Цель должна быть определена и записана. Измеримо поддаются оценки. Принято те, кто вместе будет достигать ваших целей. Это очень важно. Например, когда вы становитесь заслее, вам нужен партнер. Или, может быть, это ваш супруг или супруга. Чтобы люди разделяли. Потому что иногда это может быть большим препятствием. Достижение релеванное. О чем это говорит? Можно мечтать о большом женском космическом корабле. Но с чего можно начать? Например, с какого-то отдельного направления, небольшого, которое может двигать. Но вот эта большая мечта, она будет увеличивать масштаб. То есть, когда ты начнешь с маленького, ты понимаешь, куда идти дальше. У тебя есть представление о том, каким это должно быть. И оно будет трансформироваться со временем. Цель карьерная. Но она ничем не отличается от бизнес-целей. Не знаю как. Три главных вещи. Образ. Максимальное представление. Как оно выглядит. Вот прямо, знаете, потратьте на это. Даже слово потратьте на это. Инвестируйте в это максимальное количество времени. Чтобы представить, а что с вами будет произойти. Как это прочувствовать. Какими-то, знаете, прилагательными. Как можно больше описать свое желаемое состояние в том месте, когда вы окажетесь, когда ваша цель будет реализована. Перенестись туда максимально. Знаете, по путешествиям на времени. В этом смысле очень веселый у меня в детстве фильм. Называется «Гость из будущего». Может быть, ты не смотрел, да? Открываешь дверь, там он переходил куда-то в другое пространство. Вот что с вами будет, если вдруг вы приоткроете дверь, какой мир откроется перед вами? Попробуйте на эту тему задуматься. Приверженность. Когда вы это опишете, вы должны прочувствовать сами себе. А хочется ли мне это на самом деле? Если это желание будет постоянно с вами, это даст возможность вам постоянно удерживать этот образ. Ну и, конечно, показатели. В чем измеряется достижение вашей цели? В каких-то цифровых значениях. Вот попробуйте вот эти все три вещи сделать, и тогда вам будет гораздо легче. Итак, смотрите. Эту табличку можно прямо сейчас попробовать записать. Делаем два, два, три, четыре строки и раз, два, три, четыре столбца. Слово «карьерный» можете заменять на слово «бизнес». Никаких проблем здесь нет. Если нужно фотографировать, то ставьте стул сюда поближе, вам будет удобнее. Нормально? Итак, поехали. Значит, моя цель. Обратите внимание, самое важное, что есть понятие промежуточное. Это вот мы про большой космический корабль сегодня говорим. Итак, на сегодня, на шестнадцатый год какая цель? У кого есть цель шестнадцатого года? Вы же все вчера руки поднимали. О, план. А она является составляющей частью трехлетнего плана? Конечно. Нет. Молодцы. А она является частью пятилетнего плана? Нет. А десятилетняя? Вот, отлично. Какой образ представляется мне при достижении моей карьерной слэш-бизнес-цели? Что вы видите? Каким себя, каким окружение, что произойдет с вами? Показатель. Вот мы сейчас только что об этом говорили. Чем можно измерить ваши цели шестнадцатого года? Проще всего, да? Более, менее точно три года, менее точно пять лет и менее точно десять. Но какой-то показатель должен быть, потому что вы на него должны ориентироваться. Например, пульс. Шучу. Что поможет мне сохранять приверженность достижения карьерной или бизнес-цели? Какими моментами, что вас будут радовать? Какие быстрые победы или какие показатели, или какие осуществимые маленькие результаты позволят вам удерживать эту цель в себе? Вот эта простая табличка. Она на самом деле, вот эти простые вопросы, они очень сложные. И надо иметь силу, волю, чтобы бросить ее несколько раз. Потом снова к ней вернуться. Ребята, берите стулья из той аудитории и приходите сюда или из других аудиторий. Окей, едем дальше, да? Всем понятно? Вот этот самый простой вопрос, который Даша пыталась ответить. 30 секунд на подготовку, а потом тренировка. Кто вы такой? Поехали. Можно смотреть на это. Можно в свободной форме. 30 секунд. И 30 секунд на каждого, чтобы попрезентовать. Спрошу всех. А вот прошлый слайд. Именно карьерную нужно цель? Слэш бизнес, если ты хочешь. Ты же говоришь, на тебе давлеет общество над тобой. Заставляйте делать бизнес. Слэш бизнес, слэш бизнес, слэш общественная. Любая цель. Какая бы ты цель не хотела. Это прекрасно, ты хочешь жить экологически. Эко-лайфстайл. Отлично. Только не забудь поставить спутник и тарелку. Чтобы дети могли смотреть видеоролики из Газа. Окей, кто готов? Поехали с нашей Камчаткиночей. Погодите. А нет, давайте прямо с места, чтобы вы не теряли время. Хорошо. По 10 секунд на каждую. Сконцентрируйтесь. Самое важное. Цель моей жизни – это успех карьеры, а также успешный день я блога. Возможности – это… Ну, я делаю успех как бы… Возупринят наши блога. А нас один день непрерывно пишут «Бог». И в карьере мы не знаем много сидеть, работать, работать и работать. Я поделила себя, не включаясь в моё предназначение. Соберемые заводки. Отлично. Хорошо. Здрасте. А что? Давай. Меня зовут Борис. Я делаю большой фестиваль. Хочу сохранить историю мира во многом стране. И создать, внести, так сказать, в практику, в разные практики работы с людьми игровой формат. Отлично. Все так. Здравствуйте. 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 Я студент Био, танцор, начинающий блог-дизайнер. У меня нет цели, я не знаю, как я мечтаю. Я пришел сюда, чтобы я буду делать инфекция. Хорошо. Сергей, недавний студент. Чем? Да. Я как-то сам не даю желания, собирался уходить, поэтому, собственно, я учусь. Да. Вот. Из хобби рисую различные хобочки, занятия, пишу книгу. В данный момент еще путь самореализации. Потому что понял, что я шел на том числе. А что ты делаешь, это не путь самореализации? Средства. А книги, а не средства самореализации? Ну, в данный момент, да. Но, скажем так, это 5 лет назад я не делал для этого ничего. А сегодня я уже пришел сюда. Хорошо. А когда ты хочешь ее издать? В следующем году. Сколько книг я узнал? Ну, в плане размера. Тераж? Ну, в тексте. Столько, 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 столько. Я точно... Сколько тебе денег делаешь? Я на муше поздно. Все, кто не будет. Ну, каждый день издания, если выделяю, то, что у вас появляется. Наташа, как у вас? Здравствуйте. Меня зовут Наташа. Я студентка завтра в оближайном министератре на комплексной историческом факультете. Мои цели на данный момент является дальнейшее обучение. Я учусь стать доктором исторических наук, заниматься, конечно, на университете свободное время. Кроме того, я очень люблю детей. Я люблю преподавать училище нового. Единственное, что у меня проблема – это то, что я постоянно расставлюсь в разные сферы. То есть то у меня спорт, то у меня языки, то у меня наука. И постоянно что-то разное, и я пока не могу выбрать то, что тем не растительным это делать. Хорошо, понятно. Попробуем поотвечать. Давайте с этой стороны кто-нибудь поспрашиваем. И всех не удастся? Давайте. Давайте. Меня зовут Всеволод. Цель моей жизни скорее – путешествия, изучение различных культур и мировоззрений и поиск себя. Также мне очень нравится общаться с людьми. То есть я думаю, после вот этих изысканий вести какие-то авиационные занятия, обучение, просто общаться с молодежью. Хорошо. Усложняем задачу. Нельзя говорить, что ты студент, нельзя говорить, чем ты учишься, а кто говоришь конкретно. Я использую свои самые сильные личные профессиональные стороны и цель. Давайте вот у нас камчатка. Давайте. Меня зовут Диана. Я рекрутер. И сейчас моя цель – выйти из зоны линейного персонала уже вот выше. То есть заниматься хэдхантингом людей, которые работают в сфере IT-технологий. То есть быть HR-менеджером в сфере IT. Вот так. Вот. Мне это сейчас трудно, потому что нужно себя подталкивать. Потому что сфера IT – это для меня вообще просто вот дебри такие, что… А почему тогда IT? Можно здесь что-то прилиже? Мне это интересно. Потому что у меня это не получается, я не знаю. А в чем в какой области вы сейчас работаете? Сейчас я на Филанте, потому что… Ну, каких людей ищетесь? С каких областей? Что с каких? Из каких областей сейчас открываете вакансии? Сейчас мы идем по подбору персонала, ассистент, стажер, оператор колл-центра, специалист технической поддержки. То есть это вот… это то, из чего я выросла, мне скучно. Хорошо. А дальше пойти там… Специалистов по управлению персонала, специалистов там… Нет. Есть такая возможность. Просто сейчас я в первую очередь ставлю учебу на место. На первое место ставлю учебу, потому что диплом пишу. И поэтому приходится вот этой вот второй мечтой как бы немножко жертвовать. Потому что нужно вначале диплом хорошо написать, а потом уже заниматься. Окей, хорошо. Давайте поддержим. Да. Всем здравствуйте. Меня зовут Алина. Я… В данный момент я хочу развиваться в сфере пиар-маркетинга, это как обучаясь на этом направлении. Я чувствую, что сейчас мне это тяжело. Но если я буду продолжать и ходить на различные мастер-классы, и учиться у кого-то, то у меня все получится. Еще сейчас два выступления. Мы перед этим. Задача. В жизни должен быть наставник. Без наставника невозможно, потому что нужен какой-то человек, который со стороны может вам показать на ваши самые сильные стороны. Иногда зачастую мы не видим то, что в чем мы профессионалы, на что у нас получается лучше всего. Задумайтесь сейчас и вспомните тех людей в вашем окружении, кто, несмотря на то, что бы вы не делали, всегда вас поддерживал. Есть такие люди? Да. Запишите три этих именно. Три этих человека, три друга, там, не знаю, там, родителей. Именно этих трех человек. Завтра позвоните им и скажите, слушай, вот я подумал, ты в моей жизни тот человек, который помогает мне, несмотря на то, что мы не часто общаемся, но вот ты даешь мне вот эту позитивную связь. Я хочу тебе, чтобы ты стал моим наставником. Помоги мне в этом. Я буду обращаться к тебе, пожалуйста, вот. Вопросы потом, хорошо? Или ты хотел выступить? Да, выступим. Давай. Я журналист Малакустам, всегда активист, всегда тут и там. Интересно живу, бегаю и плываю. Никогда не стою, а я всегда ищу. Найду или нет, сейчас это секрет. Но все зависит от меня, в руках моей жизни моя. Студент я журналист, но универ полный мурака. Иду и не спрашиваю, а иду и упрашиваю. Пишу про спорт и культуру, люблю художественную литературу. Хочу мир изменить, всех покой победить. Если есть вопросы, готов ответить на вопросы, но лишь бы не было допроса. Какое противоречие вы услышали? Что вам не нравится фурналистика, но не нравится мир. Нет? Еще. Хочу всех убедить и мир изменить. Зачем побеждать всех? Ты же сегодня сам про войну спрашивал. Ты же хотел и говорил, что тебе не нравится, когда происходят разные неприятные вещи, а всех собираешься побеждать. Может быть нужно как-то быть для всех лучшим, полезным, ну не знаю, приносить добро людям. Так что, окей. Упражнение домашнее понятно, да? Едем дальше. Делайте любые слэши, как вам и кому нужно. На что вы нацелены? На что вы конкретно нацелены в своей цели? Пусть они звучит так. В карьере, в бизнесе, в своей личной цели. Можете проскочить этот вопрос. А что бы вам больше всего хотелось достичь в жизни? Так легче будет ответить на этот вопрос? Аня, почему не пишешь? Нет, бери ручку, листочек. Задействуй, если сигнальные системы. Есть такое стихотворение. Покажи мне, и я забуду. Спроси меня, и, может, я вспомню. Научи меня, и я сделаю. Я, может быть, не совсем корректно сказал, но вы должны понимать, что чем меньше вы задействуете сигнальных систем, то есть самое главное постараться научить. Сделали что-то, повторили, и это останется с нами. Мы слышали, в одно ухо влетело, а в любое вылетело. Посмотрели, записали. И посмотрите, кстати, есть зоны. Мы, например, видим столько-то информации с вами, услышим, столько-то общаемся на эту тему. Пытаемся с ним. Отвечайте на эти вопросы. Готовы? Перелистываем? Идем дальше? Посмотрите, мало. Важная вещь. Каким образом я могу достичь свою цель? Что я должен для этого сделать? Хотя бы в самых-самых общих моментах. Не-не-не, записать. Это все работы. Если сейчас вот трудно придумать, но все равно шаги понятны. Первый и третий, не синонимичные вопросы. Каким образом это в общем, а шаги? Это уже в целом, но все равно. Совершенно верно. Кто хочет сказать, как можно достигнуть свою цель? Итак, цель и как достигаем? Давай. Ну, я студент-медик и… Запрещено, я говорю. Извините, я не могу это не угадать, потому что это связано с моей целью. Какая у тебя цель? Я хочу восстановить в России систему исследовательного контроля. Что ты можешь для этого сделать? Для этого я должна закончить свою специальность, затем доучиться на инспектора, затем возглавить региональное ведомство. Для того, чтобы возглавить, сначала нужно поработать. Да, ему нужно, естественно, работать в этой сфере, возглавить ведомство, а потом уже восстановить. Пять. Мы можем эту каждую цель разложить на под-цели с конкретными действиями, зависящими по данным? Да. Вот. Кто еще хочет попробовать? Моя цель у нас только масштабная. За сегодняшний день моя цель – включиться в эффективное взаимодействие с людьми, то есть правильно с ними общаться. Как я могу это объяснить? Я, в принципе, в целом представляю, что я должна в подобных мероприятиях… Что такое? Давай разложим твое слово «эффективное общение». Оно состоит из каких двух слов? А, тут-то, конечно, я считаю эффективным. Нет, вот тут сейчас давай разложим эффективность. Чем ее померить можно будет? Количеством сделок. Количеством… Люди будут слушать. Если мои работы, например, у меня будет больше договоренностей с людьми. И так дальше. Общение. Что это такое? Какие навыки общения будут говорить о том, что ты научилась это делать? Я думаю, это отсутствие какой-то скромности может быть. Совокупно. Как называется наука, которая занимается общением? Психологией. Когда мы говорим… Коммуникация. 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 Ну да. Вот развитие радорской скульптуры. Все правильно. Как развивать радорскую скульптуру? Ну… Смотреть, позвольствием. Поступать, говорить, перед зеркалом сидеть, репетировать. Кто еще хочет? Давай-ка. Ну, допустим, я уже говорил, да, хочу играть в вышли… Что для этого нужно сделать? Играть в вышли региональную лигу? Для начала. А шутить хотите? Написать. Написать… Скетч. Нет. В смысле создавать команду. Подожди. Подожди. Для того, чтобы быть КВНщиком. Это дух. Дух. Власть. Ты любишь шутить в своей компании? Люблю. Стараюсь. Стараюсь или любишь? Получается или не получается? Да. Можешь ли ты сейчас встать нам и сказать пару шуток? Давай, нет, не могу. Ну, с этого надо начинать. Сынкровизации… То есть, мы обычно пишем сценарий, а потом… Хорошо. Значит, ты умеешь писать сценарий. Продолжать писать сценарий. Делать их смешными. Ты же сам хочешь выступать в команде КВН. Вставать и выступать. Перед друзьями, перед своим публикой, там, не знаю, перед кем-то еще. А как ты хотел? Сразу уйти в КВН и все. Ну, я просто готов. Ну, допустим, сейчас вот в стреме в университете, да? Мы, кажется, уже выступаем. Потом, я думаю, что нужно сделать. Собрать команду, а заявиться на фестиваль, на открытый. Давай, смотри, опять похоже, знаешь, на большой женский, космический корабль. Начни с простого. Ну, вот любой КВН-щик вот не говорит об этом. Мы все догадываемся, что он КВН-щик. По его поведению. По тому, как вот, ну, ты бы сейчас стал, и что-нибудь бы наряду тема, что мы сделаем, сейчас бы выдал какую-нибудь импровизацию. Заведи себе блог-видео и шути там. Это вот, давайте, что такое самая ключевая шертаковая ящика? Юмор. Юмор отношения к жизни. Вот, если это сюда появится, все остальное придет само собой. А ты ставишь наоборот организационные задачи, которые тебе нужно решить, перед тем, как ключевые… Вот, смотрите, здесь мы подняли очень важный вопрос. Спасибо тебе большое за твое выступление. Мы можем хотеть многого, но иногда забываем, а что важного в этом вещи, в этой вашей вещи. Вот мы еще раз, давайте на примере КВН. Что такое КВН-щик, мы с вами сказали? Это умение смотреть на жизнь с чувством юмора. Если это чувство – нет, но я хочу быть КВН-щик, мне надо сначала задуматься, что мне нужно сначала прокачать себе это чувство. Для того, чтобы везде это стало неотъемлемой частью моей жизни, которая потом может меня привести и дальше туда. Понимаешь, вот это взаимосвязь между тем, что главное в нашей мечте, в достижении мечты, и заняться именно этим, прочувствовать. Потому что, может быть, это совсем не так. Может быть, тебя КВН манит по совсем другим причинам. Какое самое главное чувство или самая главная ценность врача? Удовлетворение от того, что ты принес пользу. Еще. Успокойствие из-за того, что человек не умер. Еще. Удовлетворение. Дайте сказать человеку. В чем самая главная задача врача? Как можно сказать, что это настоящий врач? Настоящий. Знаете, бывает такой настоящий профессионал. Что такое для тебя настоящий врач, который что любит больше всего этого? Помогать. Помогать. Отличить людей. Отличить людей. Вот это то, что человек готов делать абсолютно без денег. Это его внутреннее стремление. Точно так же КВНщик, он готов шутить, даже не бывая КВНщиком. Но вот тогда он и становится КВНщиком, когда для него это становится самым главным. Понятно говорю или непонятно? Кто хочет разобрать свою мечту с точки зрения понимания, что в ней самое главное. Давай. Вот значит глобальная цель открыть международную компанию. Какую? Вот первая задача определиться с Мишей. Почему международная? А российско-татарская это международная? Один учредитель из Татарстана, другой из России. Да. Вообще почему именно… Это еще Чуваш у вас есть, да? И еще другие… Нет, это все развиваться глобально. Мне хочется чего-то глобального… Почему? Зачем? Затем, чтобы удовлетворить свое желание прожить жизнью полноценно и быть причастным к чему-то большему миру. Это вот… А в чем глобальность? Что ты конкретно хочешь сделать? Конкретно вот моя первая цель – это определиться с Мишей как раз. Это твоя главная проблема, что у меня нет конкретности. Вот и когда я… А почему сразу глобальность? Ты же хочешь прожить жизнь достойно? Да. Давайте сейчас просто. А что в твоем ближайшем круге жизни требует твоего внимания, чтобы жизнь стала лучше? На что ты можешь повлиять? Я могу повлиять на общение со своим окружением… Самое ближайшее окружение, до чего? Для чего? До. До каких границ? Да. Понял вопрос. Твоё самое ближайшее окружение – это кто? Это мои родители, друзья, соседние. Окей. Что ты можешь сделать так, чтобы им жить с тобой было легче, хорошо, интересно? Я могу выйти и полезеть. В чем? Что ты можешь? И что ты хочешь уметь? В своих профессиональных… Ну, как бы… Я первый курс, и я только еще на пути становления к искусству переговоров. Хорошо. Вот, например, ты можешь ему помочь и договариваться с кем-то о чем-то. Призложи ему это. Может быть, это есть призвание. Иди дальше. Напиши сегодня на своей странице ВКонтакте, как Даша. Да. Или кому я посоветовал? Да, тебе. Помогите мне прокачать мои самые главные навыки переговора. Посадите меня на любые вопросы. Я вам сделаю это абсолютно бесплатно. Я хочу вам помочь. Дайте мне возможность быть вам полезным. Так, ладно. Все. Движемся дальше. Важнейшая тема. А почему? Что на самом деле заставляет вас двигаться к цели? Что внутри вас на самом деле вот такие глубоко-глубоко в вас, помните, мы вчера спрашивали про ценности, про убеждения. Почему действительно мне нужно идти туда? Зачем тебе женский космический корабль? Да. Чтобы помогать людям найти себя и решить их проблемы. А тебе зачем это? Мне зачем это? Да. Получать в этом удовольствии мне это нравится. Хорошо. Перешли дальше. Что ты откроешь для себя, достигнув этих результатов? Новых людей. Новые новости. Себя с новой стороны. Что изменится в твоей жизни, когда ты достигнешь этой цели? Появится новая цель. Супер. Что будет вообще по-другому? Какой ты станешь, когда ты достигнешь этой цели? Успешно. Понятно, как работать? Будем, ну, сфотографируйте или потом посмотрите в презентации. Мы с тобой говорим о том, как ты достигнешь желания. Наша самая важная вещь, помните, мы говорили про критерии. Критерии – это самое главное. Невозможно говорить о том, что там вот моя цель, она никакая, мы с вами знаем. Критерии качественные, количественные. Все, что можно измерить, все должно быть измерено. Поэтому думайте о том, что произойдет. Если это невозможно измерить, может быть, вы станете другим человеком. Может быть, что-то произойдет в вашей жизни, в вашем окружении. Как вы узнаете, что вы достигли результата? Ведь вам нужны какие-то критерии, потому что вы можете идти, 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 идти. И вдруг ты стал глобальной компанией, вдруг вы скачивали из Apple Store, он не знает твоей компании. Или что-то еще. Филиалов, тысячи филиалов по миру. Или тысячи агентов, которые подают твои услуги. Вот поэтому вот это к этому относится. А как понять, что ты стал другим человеком? То есть, как ставить цель? То есть, я хочу измениться на… Я что должен знать, как я внутренне изменюсь? Как понять, что ты стал другим человеком? Для этого нужно просто задать вопросы своими себе. Или оценивать себя. Например, если ты взял и выделил… Давай по-другому я тебе задам вопрос. Какими тремя главными характеристиками ты бы сейчас себя измерил? Как человека, как личность? Скажи. Ну, что-то страшно. Ну, я не уверен, постарайтесь. Ну, говори. Вникабельность. Раз. Открытость. Раз. Обучаемость. Открытость. Коммуникабельность. Интерес к включению. Открытость и интерес к обучению. Вот попробуем оценить эти критерии по десятибалльной шкале. Вот где десять – это твое идеальное состояние, которое ты бишь там. Все, супер. А вот там, где ты сейчас, это какие оценки этих первых? Коммуникабельность. Сколько? День. Хорошо. Очень круто. Открытость. День. То есть, не надо развиваться. Все. Максимально? Нет, но это то, что я могу рассказать любому человеку о себе. Я готов с любым человеком на улице познакомиться и начать общение. А что такое открытость? Еще. Вот как вы думаете? Воспределять. Воспределять. Воспределять крутое мнение. Поговорить с человеком – это коммуникабельность. Это отсутствие боязни или преград перед тем, как установить знакомство. А открытость быть открытым в новом критике. Воспринимать мир по-разному. Если более широко на этот термин посмотреть, где ты сейчас? куда мы смещаем интерес к жизни знания этой я вам говорю не потому что мне интересно с ним работать я говорю что вы слышите инструменты которые берете для себя каждый написавший себе топ-3 вещи которые у себя оценивали сделали маленькую школу от единицы до 10 и прошкалировали себя где вы находитесь так открыли где мы с тобой около 7 итак наш идеально состояние кто целью умеет пользоваться только все вот и эксель цели можно вообще умеете там формула стать диаграмму делать лепестковая диаграмма знаешь что такое да абсолютно верно вводишь столбец желаемое состояние сегодня состояние желаемое состояние вот тебе получается мы сейчас прям с тобой сделаем у кого есть тут excel да это не колесо планирования я не знаю что это про то что ты ченков вроде не говорим microsoft офис цель поехали коммуникабельность сколько мы с тобой сказали 7 7 и 10 открытость 6 6 и тоже 10 до 6 10 10 7 10 1 2 2 3 3 вот он ты вот где ты сейчас по открытости воды ты сейчас по интересу вот твои коммуникации не говорил о том что для всех важно а что я должен себя оценивать да ты должен себя оценик а теперь не за вопрос чтобы семерку продвинуться на восьмерку в коммуникальной как ты думаешь что должно с тобой произойти что ты должен сделать каким ты должен стать например да ты понимаешь следующее а что тебе нужно чтобы сдвинуться по открытости в десятки подумай просто каждый из вас должен подумать следующее жизнь как тебе продвинуться от шестерки десятки и когда ты будешь регулярно делать если напишешь сегодня такое число 30 30 10 2016 или диаграмм тебя будет там через каждый полгода накопит и развиваюсь ясно все понятно переключи пожалуйста на презентацию там сюда на эту внизу или 5 ничего страшного внизу такой чайник казан это так поехали будущая работа или будущий бизнес опять какой вопрос мы слышим зачем зачем вам ваш бизнес зачем ваш вам ваша работа попробуйте сейчас поработать этой теме буквально десять секунд попробуйте ответить по-настоящему зачем мне мой женский космический корабль куда дашь сделать тебе что нужно я знаю что мне нужно тебе нужна определенная работа но что тебе нужно я не буду мы говорим о том что работа бизнес личная задача там какая-то стоит зачем то есть про работа здесь про бизнес каких цель я хочу благодаря гостями хотя бы две-три если будете готовы давайте я поспрашиваю да то да давай раскрываем хорошо 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 что еще стабильность она только деньгами меряется а что еще тебе работа может дать кроме денег коллектив коллектив деньги это прекрасный эффект меня потекающий это стабильность окей буквально две секунды когда ученые задумались над тем что мотивирует людей они начали думать что же происходит если мы говорим о том что деньги это прекрасно и стали думать о том что если платить людям больше денег они будут лучше работать как думать будут окей хорошо я зарплата 50 уже работаешь на работе тебе вдруг стали платить сто тысяч рублей каковы ожидания руководителя что ты станешь на вот это лучше в два раза хорошо стали теперь слушает теперь мы конечно ты в три раза больше работы 150 тысяч рублей тут нужно взвешивать уже хватит на это время не сил здоровье тогда стоит от того не надо хорошо если стоит тогда через какое время ты поймешь что пятьдесят тысяч для тебя были ну ты же привыкаешь к деньгам да через сто тысяч там ну это обычные деньги за которые я работаю я и так хватит зачем мне тут работать еще лучше в то время я поймешь а через какое время ты привыкнешь к этому ну там тысячу год 6 месяцев 13 да спасибо отличный ответ ученые говорят что где-то от четырех до шести месяцев человек привыкает и эффективность его снова снижается есть такое понятие как мотивирующие факторы мотиваторы вот HR могут им сказать да и есть гигиенические факторы зарплата это гигиенические факторы это говорит о том что ты ходишь на работу ровно за те деньги за которые ты согласился ходить но мотивирует тебя к работе но есть это другое это сложность выполняемых задач общение в коллективе отношения руководства твое развитие ты получаешь ты его или нет и все при этом безусловно это очень важно есть мотивирующие выплаты такие бонусы премии то есть если тебе просто добавить денег это не будете мотивировать на твою работу тебя может мотивировать премия за результат еще что то но и не только деньги а все те факторы мотиваторы которые я тебе перед этим сказал и если вот например вы выбираете между тем куда пойти на работу постарайтесь взвесить сколько мотиваторов в этой работе а сколько гигиенических факторов насколько эти мотиваторы могут мне действительно давать удовольствие от той жизни от той работы которую я буду получать кто еще хочет давай ну зачем мне этим заниматься чтобы совмещать приятное с работой чтобы получать прибыль и чтобы быть полезным какие цели ты хочешь достичь цель цель у меня ну вообще много целей и у меня цель и мечта это синонимы вот что я хочу это чтобы моя работа была на международном уровне так как я люблю общаться с людьми и люблю учить языки я словно более гуманитарным научным чем точно вот и хочу путешествовать развиваться в этой сфере ну в которой я нахожусь так же общаться с людьми и заводить новые знакомства и так же быть полезным хорошо а вот слово полезность если бы ты более конкретно смог бы его рассказать ты можешь задуматься в чем ты действительно можешь быть полезным помочь людям например я могу путешествовать так же заниматься волонтерством да помогать в каких-то не знаю школах актива и так далее вот именно этим помогать советами может быть хорошо спасибо подумайте вот когда мы говорим такие стамповые слова стабильно полезно раскрыть их конкретные действия и так это мы пропустим вот давайте попробуем для себя поставить маленький планчик что мы действительно вы хотели какие ваши самые смелые карьерные или бизнес ожидания и чего вы бы хотели когда они могут реализоваться через сколько лет в каком году потом в рамках возьмите трискотч и заметку распечатали что думал Продолжение следует... Кто хочет поделиться? Спрашиваем. Давай тебя. Продолжение следует... Очень много роботов. Спасибо. В свое время, где-то к возрасту 17-надпу, где-то ездят куда-нибудь, но в тому моменту, чтобы они сумели развиваться, развиваться при моей непосредственности. Кто еще больше? И не только мои, и... Уже говорили, давайте другим вопросом. Ребята... Так... Держи, Билан. Не стесняйся, давай говори. Мне хотелось бы реализовать свое гостиничное дело. Через сколько-то я еще не знаю. Хотелось бы, чтобы люди приходят туда, отдыхали и... Ну вот, допустим, когда я прихожу куда-нибудь, я понимаю, что мне приятно там сидеть, и мне хочется, чтобы люди точно так же заходили. И, ну, получается, не ставить им возможность убиться, чувствовать себя в домах. Насколько близко ты находишься в состоянии сейчас и в состоянии где-то тебе, в каком... На каком расстоянии тебя вот этот хоспиталитет, этот гостиничный бизнес? Где ты? Далеко. Чем ты сейчас занимаешься? На кого ты учишься? Инженер-эколог. Инженер-эколог. На кого ты учишься? Вот на инженер-эколог. Что это за зверь такой? Ну, вот ты закончился, ты кем работаешь? Что ты делаешь? Я могу работать на предприятиях, получается, контролировать и, получается, производство, с точки зрения. С точки зрения. И могу также работать на предприятиях с машинным оборудованием. То же самое, в образ. Как твоя работа, как твоя учеба может тебя приблизить к реализации твоей мечты? Что является неотъемлемой частью названия твоей профессии? Вот два слова. Инженер? Если мы говорим о том, что ты говоришь в какой-то гостиничестве, что может быть рядом с экологией? Может быть, какие-то там необычные отели? Я, кстати, вчера летел сюда, когда к вам в журнале Аэрофлота видел фотографию отеля. Представляете, гора, на ней стоит кровать. Ну, все. Здесь вы звезда. Вот они такие, ну, как бы, то есть ничего лишнего, только вы. Нет, ну, мне не просили просто открыть, вот, панель, да, в смысле, гора, кровать, там, каждое утро тебя приносит завтра, ты застилай, вот ты спешку. Отель. Может быть, ты как-то понимаешь. Еще кто не хочет или едем дальше? Давайте, поехали дальше. Подумайте, когда вы выбираете, попробуйте от альтернативных путей. Может быть, есть еще что-то, что может также помочь вам достигнуть своих целей. Если вам нужна эта презентация, просто напишите мне вконтакте. Роман, я очень хочу получить твою презентацию. Сегодня всем отвечу. Вы серьезно не хватает времени всем отвечать? Я дохожу. Не знаю. Не сразу, но нахожу. Вот, то же самое про бизнес, да? Вы должны сначала нащупать вот это состояние, где вы хотите быть. Какая-то отрасль, какая-то, может быть, конкретная компания, какая могла бы роль конкретно в вашей компании, вот, ваша роль, когда вот мы сейчас вот, примерно то, что я выдерживаю, спрашиваю, у вас как зовут? Амина. Амина. Вот представьте, вот кем бы вы могли работать? Или если бы вы развивали бы в рамках своей компании, какую максимальную позицию вы могли бы достичь в компании, чтобы вы могли сделать центрной, вашу профессию неблагородную, сделать так, чтобы предприятия наносили минимальный вред окружающей среде. Поэтому это очень прекрасная цель. Когда будете работать с этой презентацией, смотрите внимательно. То есть это ваша презентация, задача стимулировать вас к размышлению, фантазии на тему вашего будущего. Попытаться, если через фантазию, вопросы, выписывать, потом это в целом каким-то образом со временем составит некую картину, некий системный координат вас в будущем. И вы сможете как-то на них опираться для того, чтобы двигаться дальше. Здесь все то же самое продолжается. Чем бы вы действительно хотели отвечать? Опять же, возвращаясь к инженеру-кологу, это экология, это зона моей ответственности. Вот есть такое понятие, как более работодатель. Рекрутер понимает, о чем я говорю. Ведь каждый кандидат, когда хочет найти работу, не понимает то, на самом деле, что работодатель рассматривает его как решение конкретной задачи. Когда я занимаюсь в коучинге персональном, то есть когда я персональный наставник других людей в области карьеры, это тоже направление моей работы, я пытаюсь развернуть сознание людей, что не вы уйдете на работу, чтобы решить свои проблемы. Вас нанимает работа для того, чтобы решить свои проблемы. И вот когда это поймете, это становится очень легче, гораздо работать в области работы. Здесь можно так же поработать по поводу компании, мотивации, зоны роста и все остальное. Вот важнейший элемент. Мы вчера с вами о нем говорили по поводу наших ценностей. Попробуйте подойти к своим ценностям, исходя из того, что вам нравится и то, что вам не нравится. Ценности, эмоции, они находятся очень рядом, практически в той невидимой стороне нашей личности, которая в процессе взаимодействия друг с другом формирует наши победители. Да. А может ли ты сказать по своей ценности, как пример, чтобы я понял конкретно, что значит ценность? Давай попробуем. Верность. Раз. Честность. Зайди, пожалуйста, запиши, что у меня там есть прямо, сейчас я напишу так, коучинг, прямо словами, без разделов. Да. Получим сейчас, обслуживайтесь, интернет работает. Нет, нет, я хочу посмотреть на этом компьютере, да, подключен сейчас. Хочу на стажировку. Ура. Пусть стажировка пошла. Работает отлично. Сейчас я вам покажу. А где со книжеского? Ага. Работает отлично. вот о чем я говорил ты поможешь мне чуть-чуть эту штуку пообращать первая ценность, которая я считаю очень важной это benefits отношения между людьми быть до конца честным и открытым это сложно всегда есть соблазн верность или преданет невозможно простить для женщины измены для друга предлагаю держать слова и обещание как верность и преданность но как быть по мосту на дым коком еще чувствуешь надежность это тебе позволяет надежность это как верность и преданность но еще больше возможность положиться на человека быть абсолютно в нем уверен свобода это ощущение полета понимание своей сути возможность перемещаться в пространстве как физически так и духовно дети это основы смысл жизни цель понимания за кого можно отдать однажды про пару когда он баллотировался на президент помните был момент когда из путин его спросил был такой вопрос который фактически выдвину из колеи а за кого ты готов подать ему не нашелся что ответить что ответить да и потом ну сообразил за свою сестру но это неправда мужчина и женщина когда у них есть дети они готовы дать жизнь только что там дальше сессия сколько во сколько сессии следующей начинать сессии после кофе бритва сколько начинается окей не менее назад 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 вот здесь еще внутри попробуй сюда и попробуй это протянуть вот ну давай дальше вниз давай давай здесь оставим назад чуть-чуть радость например там прародители да вот семья идеал вместо посадки аккумулятор для зарядки высшие родители там отец мать господь бог радость энергия сила хочется жить жить жизнь это радость умноженная на свободу любовь клей который мы приклеивать навсегда оторвать можно будет очень больно живость шкодливость возможность быть ребенком независимо от того сколько мужество сила заставляющая жить верить идти к победе несмотря на то какие ты испытываешь сложности ради дела по душе занять свое место в жизни положительным все энергии иметь быть благодарным за все маленькое упражнение вам каждый вечер если вы сможете насколько вас хватит постараться сказать спасибо за сегодняшний день кому-то что произошло в сегодняшнем дне вы благодарны за то что этот день стал таким как вы старайтесь на эту тему работать это еще раз на презентацию так видим дальше и так ценности базовая вещь то вот является элементом нашего фундамента на котором мы с вами стоим попробуем идти от того что вам нравится под вашей жизнь что больше всего вам нравится топ-3 вещи давайте кто назовет еще включайтесь работу и да я для вас стараюсь что вам больше всего нравится в жизни три вещи мотивировать что еще писать блок что ты испытываешь когда ты пишешь вдохновение значит тут сюда записан вдохновение понятно как работать дальше насколько она для вас важно в вашей жизни на сколько взять вдохновение важно от 1 до 5 5 супер вот так прораживаются все максимальное значение кто получил переносим сюда следующем а почему для тебя важно вдохновение отлично что мы значит еще сюда запишем какое слово счастье вот потом когда ты можешь смотреть то же самое что жизни расстраивает например лора ложь кто сказал какую вот какую твое внутреннее убеждение заставляет вот что ты испытываешь когда лошадь по отношению к тебе гнев еще гнев это да внутри себя по отношению раздражение тоже не разочарование когда может вот есть разочарование перевернуть в позитивное настроение если бы человек не соврал чтобы ты по отношению к нему чувствовал доверие сюда мы запишем далее понятно да вот два таких вопроса через хорошие через плохое вот в результате когда вы получите несколько там 5 10 15 вы сможете попробовать объединить их в ценности более высокого порядка я не знаю как называется математическая функция когда ты понимаешь что вот ну можно словно как обозвать когда большое число вы раскладываешь на несколько составляющих вряд ли да вот тоже самое с ценностями то есть ты понимаешь какая она может ходить одна в другую то есть какая более высокого порядка и содержит уже априори вот это то есть предварительно как вот эту ценность внутри вот это упражнение одного из важнейших который составляет на шанса но давай например правдивость и честность как ты думаешь что более высокого порядка что включает одно в другую примерно тогда что еще может быть например коллектив и семья чтобы ли высокого порядка семья то есть меня подразумевает книги калит понятно как работать так теперь вас есть список приоритеты и вот я бы хотел чтобы мы это делали но почаще хотя бы раз полгода я вам там более серьезно развернут это занятие его здесь нету сейчас мы это сделаем вот смотрите если бы понятие человеческая роль я вчера на мастер-классе говорил кто помнит вот попробуйте вот и процент все равно соотнести в вашей роли вот если мы сделаем таблицу и с этой стороны например написали вот мои роли там студент сын за друг там в общем любые какие с вами происходит там ученик учащийся там хулиган коллега там не знаю там партнер по отношению к своему там другу или своей подруге там неважно и здесь вот ваши ценности которые вот вы сейчас из того слайдеры а вот на пересечении попробуйте оценить там возьмите любую града от 1 до 5 до 10 насколько в данной роли эта ценность для вас реализуется вы увидите что если в данной роли эти ценности реализуются то что-то с теми и который вас окружает данной роли или то как вы выполняете она немного проваливается дать я вас булочек карандаш и нарисую потому что это очень важно сейчас давайте на ту сторону я помню в школе это было труднее делать с мокрой тряпкой и с нелованой доской я до сих пор отрагиваю тут просто молодой я не люблю быть дежурным честно я никогда не работал в школе нет нет в смысле там в школу я скучаю и не скучаю в каком смысле в школьные годы в смысле в школьные годы нет я вчера сказал по-моему тебе да что я бы хотел оказаться в вашем возрасте может молодым это было бы конечно другое итак мои роли а здесь мои ценности ценность 1 ценность 2 ценность 3 ценность 4 и вот в роли например мы говорили там доверие да доверие счастье нет это просто желание каждого вернуться обратно и конечно мы что допустили же конечно здесь роль например студент предприниматель не знаю друг или подруга сын или дочь и вот попробуйте например в состоянии студенты насколько я испытываю состояние радость три четыре пять один да неважно то есть вот когда так прошкалируется то есть вот эти единички эти троечки должны задуматься а что я делаю не так почему эта ценность которая для меня так важно вот в этой роли не выполняется что нужно сделать поменять окружение задуматься более глубоко на чем-то поразмыслить то есть вот это такая вот очень важная скан который может например да мы говорили про отношения вот если может быть вы друг или подруга а для вас ценность счастья вы ему там единица о чем это может говорить не тот человек а наоборот здесь вот ну вроде здесь пятерка а тут доверие и там счастье в единица да вот радость есть а счастье нет это вот важные вещи которые позволять я не могу вам дать на них ответ только вы можете в них разобраться я даю вам инструменты которые можно каким-то образом из вот этого вопроса что мне делать а как не будет разорвать их на кусочки чтобы каждый из попытаться ответить которым прийти что-то двигаться вновь вперед чтобы это дает дает вам основание думы размышлять о себе окей едем дальше теперь важная вещь такая же табличка только в обратную сторону ваша цель сколько ваша ценность будет реализована или будет в связи будет но важно это насколько она будет гармонично когда вы достигнете свою цель не является здесь неким противоречия это помогает отфильтровать цели ваша цель не ваша цель нужно мне это не нужно и здесь дальше вот очень важно написать свою карьеру цель процента оценить ее по отношению своим ценностям что вы чувствуете по отношению будет ли буду ли я счастлив настолько когда я достигну свою цель это как раз к тому вопросу мы можем фантазировать о чем угодно да мы нафантазировали будь здоров взяли одну цель и посмотрели а не совсем того что хотелось взяли вторую цель посмотрели где-то уже ближе взяли еще какую-то и вот на балансе вот этих вот изучения балансе оценок можно попробовать приблизиться к пониманию но есть одна важная штука секретный секрет что никакие размышления нас не могут придвинуть к достижению достижения получается лишь и среди поэтому это все очень важно но если только фантазировать то это так и останется на бумаге то есть мы останемся в том состоянии где там и собачки продолжают нам гадить и так далее так мы подобны то есть вот если то есть чтобы мне хотелось осуществить нее сегодня метров она можно я пораньше с вашего мастер-класса почему потому что я поняла что мне надо делать убежал ближайший магазин купил этот пакет и развесил у себя во всех дворах написал свой телефон после этой идеи как мне помочь там вот вот это я понимаю как бы действие и есть ты же состоишь в группе там юлит да у нас вот эта группа есть большая вконтакте запиши ими делать пусть она пришлет вот отчет в эту группу что она реально сегодня сделала кто хочет еще взять на себя обязательно что-то сделать ближайшие сегодня день-два чтобы мы потом все увидели об этом вот они скажите кто сейчас хочет подряд и понятно про большой космос карабель бушном что делать они одну из работа на силу мечты кто говорил о том что мы сегодня так и пост контакт еще кто хочет что-то сделать давай какой ты передаешь вам обещание ну первая цель мне будет ждать модель и вторая цель лично просите на окружении нужна помощь нашим отношения хорошо что нам девушка репутер обещает наверно найти работу с удаленной работе который бы реально приносил удовольствие вот сейчас супер что нам улегам писатель обещает почему начать не хотим прочитать все да и вот каждый пишет столько страниц написал столько страниц написал а мы все будем теперь голосовать давай чем ты пообещаешь на какую тему и так что ты хочешь сделать я хочу поддержать я хочу просто тех людей которые любят искусство не бросали я хочу поддержать я хочу рисовать я не знаю там машины это будет я попадаю в твою ты начала с другого на тему живопись и рисунки да и потом ты сказала что ты хочешь поднять национальное искусство татарстана как как это связано первое второе третье я поддерживаю молодежь я хочу рисовать я хочу рисовать я не знаю там машины это будет я попадаю в твою фигуре вы попадаете это первый ступень потом если вы стараетесь я вас как это связано с национальными национальной культурой то что сейчас допустим на на выставке мало кто ходит потому что ну во первых там не куда ходить ну нет есть куда ходить но искусство не то которое как им должно быть твое искусство которое ты хочешь поднимать более качественное что я скажу каким по мере как размерить вот это вот качественное а это вот некачественное ну это вот я объясняю из своих мастер-классов то есть я показываю не то что плохо то что как делают люди ради денег а как делают от сердца хорошо и знаешь ты пользуешься гугл да ты знаешь какая хэнгаут то есть видеоконференция ну то же самое гугл хэнгаут давайте пройдешь для нас для всех мастер-классы потому что такое искусство вебинар когда ты смотришь давайте на этой неделе спасибо тебе большое что я могу сделать сегодня чтобы поднять вот эту оценку в будущем если вдруг моя какая-то цель связанная с моей карьерой ценность проваливается можно ли как-то это изменить вот вот эта таблица это вообще фундаментальная таблица проверка проверочная таблица ваших целей понятно дальше двигаемся отлично так приоритет следующий важнейший элемент в нашем фундаменте у нас не так много ресурсов мы вчера об этом говорили и все конкурирует за них если например для тебя важна семья а ты находишься в это время в бане с друзьями это значит ваш приоритет семья на самом деле не приоритет или на словах приоритет а на деле не приоритет но ты можешь сказать слушай я поехал с друзьями потому что благодаря общению с ними я для своей семьи сделаю следующее это называется уже возможность использования обстоятельств для решения своих приоритетов но что важно для вас а что не важно берите стульчик и садитесь вовремя соседних политора потому что пониманием важности вот именно важно потому что понимаете представление о том что для нас важно что неважно оно раздевается и кто-то не сказал девушка какая-то что я это делаю третий десятый четвертый не помню кто вот задача выбрать важность по каким-то критериям определенным что для вас важен Итак, снова табличка, снова вам инструмент, которым можно себя мерить, измерять. Мои жизненные приоритеты. Что для вас в жизни важнее всего? Кто может назвать пример? Семья, друзья, работа. Супер. Почему эти приоритеты так важны для вас? Каждый ответит для себя. И действительно ли моя цель, как карьерная, бизнес-личная, ведет меня к моему счастью? То есть, значит, к реализации этих приоритетов. Когда у вас получается оценка здесь, когда вы снова шкалируете себя, вы сможете принять решение. Итак, я вас там дал очень много разных табличек. Попробуйте начать с какой-то одной. Начните, проработайте, прочувствуйте, как она у вас есть. Прочувствуйте, что она вам дает. Потому что ценности, приоритеты – это важнейшие элементы, фундаменты вашей личности. То, на чем вы будете стоять всю свою жизнь. То, о чем вы будете детям с вами рассказывать. Потому что это то, из чего мы состоим на самом деле. Я еще бы добавил третий приоритет от любых своей родины. Потому что это важнейший элемент, о котором мы сейчас совсем забыли и практически не говорим. Попробуйте понять и честно себе это, что для вас это такое. Почему это так важно? Почему так важно реализовывать это в своей жизни? Имея вот этот фантастический драйвер «Любовь к своей родине», мы сможем ответить на многие вопросы. Мне вчера в ВКонтакте одна девушка написала вопрос. «Роман, вы общаетесь с известными людьми, с успешными людьми. Почему происходит так, что они все уезжают назад? Почему они зарабатывают деньги здесь, а тратят их там? Почему дети учатся там? Почему? Почему?» Ты написал. Спасибо тебе за вопрос. И я ответил очень просто, что ответ сложный, но на самом деле он очень простой. На что мы готовы пойти, ради того, чтобы в нашей жизни что-то здесь произошло. Когда я был в Топе в 2000 году, я видел там три вида метро. Надземное, полнадземное, подземное. О, как круто! В этом году в Москве запустили второе метро, наземное. Но никто не испытал особой радости. Но прошло 16 лет. А, наверное, от момента, когда в Топе это появилось, прошло все 20. ГЭП – 20 лет. Готовы ли мы ждать 20 лет, чтобы у нас здесь было хорошо? Это можно ускорить, если все мы будем делать это здесь. Зарабатывать здесь, тратить здесь. Стараться, чтобы наши дворы были чистые. Чтобы экологический образ жизни процветал. Чтобы веселее нам жизнь была в КВМ. Чтобы женские корабли космические летали. Неважно. Еще один вопрос мы сегодня задали. А как вы относитесь к тому, что в Африке голод? Что перенаселение Земли. Молодая девочка. Я говорю, слушай, это все прекрасно. Глобальная цель. Понимаю. Важно. А что ты конкретно можешь сделать рядом с собой, чтобы жизнь была лучше? Вот как наш мальчик-переговорчик. А кому я могу помочь, чтобы жизнь моя больше? Что я могу, сколько я могу заработать? Или как я могу заработать больше, чтобы 10% от того, что я заработал, направить на то, чтобы пойти купить пакет продуктов бабушке в моем подъезде. Я не знаю. Перечислить какой-то детский фонд. Подарить своему младшему брату игрушку, о котором давно мечтал. Купить родителям путевку, чтобы их отправить куда-то. Вот простые вещи, через которые решается глобальная работа. И чем сильнее каждый из вас будет, чем больше вы сможете дать себе, через это можно дать больше и миру. Поэтому задумайтесь об этом. Реалитеты ценностей. Это очень важно. И наша роль. Простая матрица. Как принимать решение, когда ты не знаешь, что делать? Не надо закрывать дверь. Пусть открыто будет. Мастер-класс? Да. А, хорошо. Ребята, откройте кто-нибудь вот эту дверь, потому что очень мало воздуха основ. Или можно при окна приоткроем на минуту, когда. Стало очень жарко. И еще можно там приспать. Главное, чтобы вас не продуло. Можно тут же с той стороны? А вот. Нет, нормально. Не смотрите, чтобы вы не продулись. Да, если нужно кому-то идти, пожалуйста, можно спокойно уходить. Потому что там важно. И давайте еще 15 минут или 10 минут. Или 5 минут, и еще 5 минут задают вопросы, и вы успели кровь попить. Простая матрица. Как принимать решение? Называется матрица Декарта. Первое. Берете свое решение, в которое не знаете, как поступить. И пытаетесь ответить на следующий вопрос. Что произойдет, если я это сделаю? То есть, какие плюсы я получу? Второе. Что произойдет, если я это не сделаю? Все остается так, как было. И плюсы от неполучения желания. Есть какие-то плюсы от того, что вы это не сделаете? Дальше. Что не произойдет, если я это сделаю? Минусы от получения желаемого. И следующий вопрос. Что не произойдет, если я это не сделаю? Вот если вы начнете, это сложно в первый раз. Это всегда тяжело. Но когда вы начнете это делать регулярно, у вас будет автоматически, в момент принятия решения, так, что будет хорошего, что будет плохого, окей, делаю, не делаю. Все, оно будет работать на автомате. Внедряйте в себя эти практики. Давайте посмотрим, что там еще у нас есть. Так. Это сложно, но можно еще раз выбор. Давайте, тема выбором очень важна. Теорию придумали Э.М. Макмеллиан и Рита Макград. Книжка называется «Стратегия жизни». В нем приведена Кристиан Клейтер. Итак, любая цель, которая у вас есть. Что, вот, когда вы предстоите перед каким-то решением, у вас есть какие-то предположения, что может произойти? Вот, ваше же решение должно привести к чему-то. Какие предположения должны оправдаться? Понятно, да, как просто. Зависит ли от вас, от меня, если я это сделаю? Это действительно только от меня зависит или от кого-то еще? Могу ли я влиять на это? Третье. Какие предположения должны подтвердиться, чтобы вы обрели счастье, благодаря рассматриваем вами вариант выбора? Возвращаемся к ситуации приоритетов, ценностей, все, что нам помогало. Вот, сможет ли это каким-то образом мне помочь в достижении удовлетворения этих приоритетов? Какие мотиваторы ориентированы ваша позиция? Помните, когда мы говорили, да, что меня мотивирует, нечто внешнее или нечто внутреннее? Это более сложная задача, к которой можно подступиться, но вы можете брать один из этих вопросов и отвечать на них. Почему вы думаете, что это именно то, там, работа, бизнес, решение, что будет доставлять вам удовольствие? Ведь на самом деле счастье и жизнь, оно состоит именно из этого. И какие у вас есть подтверждения этому? Вот, вроде сложно на первый взгляд, и вроде непонятно, но когда вы начнете так потихонечку двигаться, взяли один вопрос, не знаете, как принять решение? Попробуйте посчитать, попробуйте оценить, попробуйте посмотреть, как это будет. Вот, что еще? Вот, важнейшая вещь, самая важная с точки зрения вашего бизнеса и вашей работы, называется персональное позиционирование. Эмоциональный, устойчивый, однородный восприятие вас, как кого-либо, профессионала, работника, бизнесмена, рекрутера, журналиста, блогера, КВНщика и всего остального. Зеваешь, значит, все, сейчас уже заканчиваем. Критерии профессиональные. Ваши профессиональные навыки, ваши успешные кейсы в этом вопросе и возможность подтвердить то, что вы что-то уже делали. То есть, возможность коммуникации с этими результатами. Три вопроса. Первый. Если мы говорим о том, что вы карьеру делаете, нужно продавать не себя, а решение проблемы работодателя. Или решением, какой задачей клиента является ваш бизнес. Вдохновляет ли то, что вы делаете. Следующее. Кто вы с точки работодателя и кто вы с точки клиента, в чем ваше преимущество перед другими. Какие ваши профессиональные навыки и способности в данный момент могут быть востребованы клиентами, работодателями, не знаю, там, сборный КВН, в конце концов. Почему это так важно, что они должны взять туда. Третье. Вы потом почитаете. На чем строится мой профессионализм? А какие основания или базис для того, чтобы так считать о себе? И, соответственно, где клиент, работодатель, какие, естественно, коммуникации вы используете для этого? Вот четвертый еще момент есть. Попробуйте смотреть на себя отстраненно. Когда вот вы клиент или когда вы работодатель, посмотрите на себя, что вы. Вот на момент представьте такой интересный инструмент, когда вы сами к себе приходите на собеседование. Или когда вы клиент и предлагаете себе свой продукт. Что вы будете искренне, по-настоящему думать об этом? Вот если ты хозяин собачки, и ты вдруг увидел это объявление, что ты на самом деле испытаешь? Какие эмоции ты прочувствуешь? Попробуй это рассказать. А потом попробуй вот сама же себе попытаться убедить, почему это важно. И почему это действительно будет тебе интересно. Ты захочешь поступить так, как хочешь предложить это ты. Вот четыре главных вопроса, которые я хочу, чтобы вы скомпоновали потом. И попытались написать микрофор, такое, знаете, на третью часть А4 формата презентацию самого себя. Не важно, это ваш бизнес, вы как человек. Вообще идеально, если вы это напишите на своей социальной странице, что я это вот я. Помните, кто я такой? Вот это вам ответ. А то, кто я так... Я попрошу организаторов, чтобы что-то представляете. Это инструменты. Я не уверен, что мы все успели. Поэтому большое спасибо, что вы сегодня провели с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ ОТОРА ПОДПЯТЬ ДВА-ДВА-ЧИЗА. Если есть какие-то вопросы, давайте быстренько, пять минут за вопросы. Если нет, все, всем спасибо. Дайте кофе, чай. Я, к сожалению, вынудшу не ехать еще. Но это, что с вами не увидимся. Осталось не стало, что с вами пространство. Я не буду там, вообще. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok